Добрый-добрый-добрый день всем еще раз. Ну что у нас? Возможно финальный матч, возможно. А возможно у нас еще впереди три матча, а возможно два. Вы никогда не узнаете сколько, пока не закончится эта игра. CD Gaming забирают себе Квапу, забирают Баунти Хантера, Дарк Сира и Леона. Последний пик от них у них нет, у них нет, у них нет, у них нет мейн керри на легкую линию. Леон будет саппортить на легкой, Баунти Хантер будет у нас скорее всего роумить, Дарк Сир скорее всего пойдет сложно. Квапа конечно же пойдет на мидлейн. Вот CD Gaming должны забрать себе еще одного керри. Тогда ситуация станет более-менее ровненькой. Гирокоптер опять для коллектива YehomeYJ опять забирает себе этого героя. Ланэм скорее всего будет играть у нас на Шейкере. Дидиси будет отыгрывать на Ancient Operation и мидлейн. Это, это, это Ситиуай на Шторм Спирите. И теперь еще один герой какой-то нужен. Нужен какой-нибудь саппорт скорее всего или оффлейнер. Шейкер может смело пойти саппортом, а вот оффлейнера нету. И об этом думает CD Gaming, они забанили Тайт Хантера. Думают, что еще сложную YehomeYJ надо добрать. Я согласен, все-таки надо. Надо герой для Роти Кей. Есть Энигма для Роти Кей. Под Эхо Слем Шейкера. Под ульту Аппарата. Под Гирокоптера с его кулдаунами, рокет баражами и флэккеноном. Энигма просто на 5 с плюсом зайдет. Но для этого Энигме надо выформить. В принципе, че, зарабатывай третий левел на линии и уходи в лес. Фарми просто нужен, Блэк Холл очень нужен, невероятно нужен. CD Gaming, Эмбер Спирит, последним пиком. И Квапа может опять отправиться у нас в сложную, в сложную, в легкую точнее. В легкую может опять отправиться в соло. Играть на ней будет XZ, как было уже в прошлой игре и, по-моему, в позапрошлой тоже. Последний пик от Яхоум. Все дружно скандируем Энигма. Кто еще? Кто, если не Энигма? Ну, по этому пику, ну, просто должен залетать, я, мне кажется, с 200% вероятностью. У Яхоум есть... Понимаете, у Яхоум еще для маневра есть время. То есть, либо сейчас зайдет и просто будет эпичная игра, либо Энигма не зайдет и будет следующий шанс. Нет, не будет Энигмы. Зевс у нас в пике Яхоумов. Сейчас посмотрим, кто докуда. Ланэм забирает себе Шейкера, YJ забирает себе Гирокоптера, Сити Вайн на Шторм Спирите. Зевс, скорее всего, для Ротики отправляется в сложную. Ну и ДДС будет играть на скучном Эншент Оперейшене. С другой стороны, тоже ситуация очень простая. Зевс дает ульт, Эншент Оперейшен дает ульт и Шторм Спирит прилетает добивать того, кто находится рядом. То есть, очень все делается легко. Но это одиночные фраги. Я-то им комбинацию придумал, чтоб минус 5 в каждом файте, 5 в 0, Тим Вайп на Тим Вайпе. Нет, все-таки не такое. Все, вроде, герои все их разобрали, можно и начинать файтиться. По линиям относительно истории ясна, я думаю. Эмбер Спирит будет фармить у нас на легкой. Или Триплу, может быть, сложно отправиться дек? Нет, не рискну. Все-таки на легкую, скорее всего, отправят Триплу. Агрессив на Эмбер Спирите уже туда уходит. Икзет на Дарк Сири уходит в сложную. Шики на Аквапе будет стоять мидлейн. Кью будет саппортить у нас с агрессива. И Гардер то ли на линии будет стоять, то ли просто будет ходить, заниматься терроризмом во вражеских лесах. Пока что непонятно. Ну, в общем-то, Баунти Хантер реализуется у нас как ходячий вард, как ходячие неприятности для соперника. Поэтому неудивительно, если Баунти у нас будет исключительно по вражескому лесу гулять. Со стороны команды ЕХУ YJ уже расположился у нас на топ-лейне. DDC недалеко. Недалеко Лан-М. Триплус, скорее всего, поставят в сложную. Что там делает гирокоптер? Это насмешка или что это? И долго так будет делаться у гирокоптера? А ну-ка. Это все гирокоптеры так с ума сейчас ходят? А ну-ка. Это же просто неприлично. Слушайте, ну он если всю игру так будет делать, я просто залипать буду на нем минут по 15. Пожалуйста, только свободу ему дают, только активные действия прекращаются, гирокоптер начинает у нас... Что это? Как его выключить? Можно как-то зарепортить YJ. Ну когда стреляет, вроде нормально. Вроде как человек человеком. Как только отдает свободную секунду ему YJ, из гирокоптера начинает что-то невероятное твориться. Смотрите, сейчас убивает крипа. Немножко расслабился и... Нет, фати такого нет. После кэнон тоже такого нет. Все, успокоился немножко. Ротики на Зевсе. Стоит соло. Стоит соло легкую линию, но против триплы. Баунти Хантер плюс Леон и плюс Эмбер Спирит. На легкой линии коллектива ЦДК стоит Икзет. Стоит против триплы. Номинально. Ну, один тут парень отошел. Это Ланэм. Отошел в мид помогать СТА. На ранних этапах может сработать. Вот. Но по факту у нас соло легкое. Что с одной стороны, что с другой стороны. У Зевса второй левел еще не насобирался. У Икзета уже почти третий. И это неудивительно. У Икзета и с фармом проблем быть не должно в принципе. Через Айншелл Дарксир очень легко выфармливает линию. Даже и напрягаться для этого не нужно. ЦДК надо что-то менять. Они понимают. И если не понимают, то должны, по крайней мере, понимать, что у них шансов на ошибку нет. И шансов играть так же коряво, как они играли до этого. Две игры тоже нет. То есть надо как-то что-то выдумывать. Саевовый вариант не проканает уже. Тем более по пику Ехомов. Но какой тут саевовый вариант, если в пике есть Гирокоптер? Роти Кея цепляют. Роти Кея умирает. Первый фраг для команды ЦДК. Кью забирает этот фраг. Нормально денежек капнула на тапок на ворды. Кью в принципе хороший, довольный с собой саппорт должен быть. Так, мидлейн, шики на квапе. Уже есть нул талисман, уже ботл гуляет в курьере. Шторм спирит, в свою очередь, с батлом. Без нул талисмана. Но зато есть у сети White тапок. А у квапы тапка нет. Агрессив, в свою очередь, 17 на 12. Делит первое место по крипт статус YJ. Гирокоптер или Эмбер Спирит? На самом деле, мне кажется, немного... Не немного, но близко к одинаковому. Потенциал в лейт, как попрет игра. Но что агрессив чудовище просто может быть в лейтгейме, что и гирокоптер. Соответственно, тоже дикое чудовище. Ну, у гирокоптера все больше зависит от уровня прокачки, от того, как гирокоптер у нас расформится по шмоткам. А вот агрессиву, как пропрут криты. Ну и, конечно, реализация посложнее Эмбер Спирита, чем гирокоптера. Тем не менее, шансов у Эмбер Спирита случайно, даже пускай, но... Просто развалить команду в пятером очень быстро. Ну, еще раз говорю, как пойдет. У меня ЦД, мне симпатичны в этом матче. Они играют агрессивно, у них начало игры постоянно. Интересно, эротики забирают здесь. Уходит в инвиз баунти хантера. Этого недостаточно было. Той скорости, с которой он ушел в инвиз в итоге. Забирают у нас баунти хантера. Ну и забирает не гирокоптер его, а забирают крипы. Поэтому деньги поделили между Зевсом, между гирокоптером по чуть-чуть. Заработали в плюсе, все равно остались игроки команды ЦДек. Ну что, Квин оф Пейн у нас уже почти соник воевом. Что тут Шторм Спирит? Шторм Спирит это та же история. Сити Уайт одинаково идет с Квапой. По фарму 21 на 12 Квин оф Пейн, 21 на 9 Шторм Спирит. То есть все очень даже ровненько. И по Нетворцу, наверное, одинаковая ситуация. 2050 у Квапы и 2150 для Шторм Спирита. Гирокоптер в это время забирает у нас Эмбер Спирита. Врывается гирокоптер на нижний лайн. Что ты тут забыл? Непонятно. Видимо, с вап линиями. Видимо, Зевсу дали возможность постоять против триплы на топ-лейне. Против триплы гирокоптер не хочет стоять. Его можно понять. Он на ранних левелах очень даже лакомый кусочек для коллектива ЦДек. ЦДек выигрывает по золоту. И по экспириенсу тоже они впереди. Вроде все у них хорошо. Вроде отлично все. А потом раз и то трон упадет, то ГГ напишется. Само собой. Шики. Уже есть шестой, почти седьмой левел. Ну и сетевая только шестой появился. Что у Квапе приятно в этой ситуации. Если под Вортекс не попадать, то Квапа, в общем-то, в безопасности. Один блинг от Квапы равен скольки? Тысячи трех ста. Для Шторм Спирита пролететь тысячу триста. Это слить просто всю ману. 0,7%. Ну, то есть, да, это слить ману просто без маны. Дальше за Кью. Без маны уже у нас Шторм Спирит. И Кью просто отбрасывается по Шторм Спириту. Гуляй дальше. Нет, все-таки добивает у нас Кью. Кью отправляется в таверну. Счет становится 3-3. А вот Шторм Спирита наказать агрессив мог бы. Если бы хоть кто-то был рядом. По факту, никого рядом не оказалось. Все там в это время всей толпой били Шейкера. Шейкер отбросился в фиссуру. И Квапа забирает фраг. Шики зарабатывает первый фраг. У него 30 на 15. Полный Творца он по-прежнему немного отцает от Шторм Спирита. Но это вопрос времени. Шторм пока будет ходить на базу. Пока будет там хилиться, регениться и всем таким заниматься. Квапа уже выходит вперед. Но у Шики та же ситуация. Ему точно так же надо бежать на собственный фонтан. Там пополнять боттл. И потом лететь на одну из линий. Кстати, появляется ПТ для Шторм Спирита. Он Нул Талисманом пожертвовал, чтобы ПТ приобрести. У Квапы Нул Талисман есть. И деньги есть, например, на перчатку. А вот полностью на ПТ пока что денег нет. Вот она, дилемма. Первое место по фарму. Вай Джей. Гирокоптер уже имеет 46 крипов. Есть у него одно убийство. Ну и пока что сам не умирал. Вай Джей. Второй флагкенон. Я не могу смотреть на этот значок Рокет Бараш. Но согласитесь, немножко странно это выглядит. ДДС. В таверну отправляется 5-3 счет. Седек продолжают давить. Как в первой игре, как во второй, так и в третьей. Они давят, но это до поры до времени, пока Яхомы не вспомнят, что за знамя они несут и что за команда она, а не какого уровня. И кто такие вообще Седек? Кто о них слышал? Седьмой левел Квапа. Восьмой уже левел у Шторм Спирита. Ну и обратите внимание, у Шторм Спирита уже есть Сол Ринг, у него есть ПТ, у него Боттл. Ну и мы видим, что по фарму, конечно, Шторм Спирит немножко получше, чем Квин оф Пейн. Тут 400 их разделяет. Ну это тоже ощутимо достаточно. На девятой минуте любой, в принципе, плюс по золоту это... Это вообще в эквиваленте убийств в плюс. 750 Седек по золоту, по экспириенсу где-то 300 выигрывает Седек. Ну, 9 минут, даже 10 минут сыграно. 3 на 5 становится счет. Вот, Седек вроде как давят. Ну, по чуть-чуть, понемногу, конечно, но давят. Готовится выход у нас на нижний лайн от команды Седек. У Айджей увидели, правда нет никакого трека еще у Баунти Хантера. У Баунти Хантера, кстати, почти шестой левел. Тут просто пачку крипов, да развали ты пачку крипов и заработаешь шестой левел бегая с треком. На кой пес бегать без трека? Смысл вообще тогда, какой от Баунти в инвизи? Айншелл, правда, на нем висит, тоже вещь полезная. Будут пытаться шторма, может быть, убрать? Можно попробовать. Есть Хекс, есть подкоп. Айншелл уже спадает у нас с Гардера. Седек продолжает давить и по золоту, и по экспириенсу. Гардер в инвизи видит ДДС, видит Уайджея. Вижена касательно центри здесь нет у команды. А Ехом центри стоят зато... ...возле топ-руны. Так, у Гирокоптера, обратите внимание, уже есть Фейсбуцы, уже есть Аквила. И Мордип Масс для Уайджея тоже готов. Ротикей приобретает себе Солуринг. Так, у нас Эмбер Спирит. С крипами драться или просто? Нет, Эмбер Спирит у нас там просто подфармливал крипов. У Эмбер Спирита фейсбуцы имеются. Есть Боттл, есть Мэджик Вонт и есть Брасер. Квапу мы видели, в принципе, 1400 уже у Шики есть на руках у Баунти Хантера. Наконец-то появился шестой левел. Есть трек для Баунти Хантера. Тоже вещь более чем полезная. Транквилл Буцы, поэтому бегай не хочу. И скорость нормальная, и реген неплохой. Готовится Дарксир, я так думаю, что к Худу в Дефенс, а потом Пайп для Экзеда появится. Но это не лишено смысла против такого пика коллектива Ехоума. И Леон. Леон у нас с Транквилл Буцами и все. Закупился фактически в ноль. Со стороны команды Ехоум. Уайджей. Мы видели Мордип Майск, фей Буцы, Брасер и... И что-то Аквила, да, по-моему, да. И Аквила. Эншент Оперейшн голый без ничего. Шторм Спирит у нас тоже, в принципе, Пойнт Бустер есть, есть Солринг. Но еще далековато Шторм Спирита до Бладстоуна. В принципе, минуты 4 еще ждать придется. Шейкер. Ничего вообще не имеет. Ну и Зевс. Зевс тоже относительно несчастный. Буцов Спид и Солринг для Ротики. Отстоял Солринг, он плохо, без вопросов, нифига толком не вынес. Кое-как хотя бы 8-й левел насуетил. И то, потому что тиммейты где-то были рядом. Ротики, конечно, в Солринге провально этот матч проводят. Выход от команды Е-Хоум на Т1 по мидлейну. В свою очередь, Седек подпушили Т1 и, скорее всего, заберут его на топ-лейне. Причем гораздо быстрее это сделать. Агрессив забирает у нас Ставру. Агрессива 1800 уже есть. По золоту. Может есть смысл что-то все-таки... Да, не что-то в смысле, может есть смысл все-таки Space Creating для Эмбер Спирита организовать, чтобы он по фарму обогнал всех и вышел в ранней Battle Fury, вышел в ранней Daedalus. И где-то минуте, ну скажем, на 30-й смог бы уже команду Е-Хоум раскладывать, просто вообще разбирать. Для этого, конечно, и пару киллов не лишними были бы Эмбер Спирита. А то у него в активе только одна смерть. Агрессив фармит, подпушивает Т2. Недалеко находится команда. Если что, здесь прийти Баунти Хантер сможет. Правда, толку от него практически никакого, но Эмбер Спирит отходит назад. Что там у Эмбера появляется? Эмбер что-то себе купил. У Эмбера есть барабаны. И еще тысяча сверху для агрессива на руках. Шторм Спирит, в свою очередь, потерял много ХП. Маны тоже, разумеется, очень много потерял у нас Эмбер Спирит. Ну и вынужден идти на собственную базу регениться. Тут немного осталось до появления Сул Бустера. После Сул Бустера, разумеется, с Сул Рингом это все совмещается. И получаем мы Бладстоун. Бладстоун, я думаю, минуты до 20-й должен быть. Может даже где-то минуте 17-й. Папа под Смоком вместе со всеми тиммейтами втроем отправляются во вражеский лес. Тут могли бы найти УайДжея и разобрать. Могли бы его. Но что УайДжея и что остальные ребята просто под Таврамой. Ульта пошла у нас от Зевца. Понятно, что под Смоком находятся оппоненты. Врыв пошел у нас от Сетевая. Сразу же Хек словит Сетевая. Ульта от Аппарата и ульта от Аппарата по двоих. Единственное, кто не попал в ульту, это Шики. Шики выживает. Тут, скорее всего, ну и Леон может отправиться в Тавер. Леон налог ЭП. Спадает ульта Аппарата с Леона. Леон продолжает жить. Квапа дальше настреливает Пола Нему. Квапы Скрим Оф Пейн через секунду. Пошел Скрим Оф Пейн. Ла Нема развалили. 4 в 1 заканчивается эта драка. Киллинг Спри в этом файте делает у нас Секзет. Ну и дальше файт продолжается. Еще и УайДжея могут отправить в Тавер. Ну и что это будет? Это будет Тим Вайп. По-быстрому разбирает УайДжея. Тим Вайп от команды Седек потеряли только Баунти Хантера. Да и пес вообще с тем Баунти Хантером. Очень круто отыграли. 3-0 квапа. Агрессив 1-1. Хз у нас 3-0. Ульта и аппарата по Хзету попадает. Хз скорее всего выживет, но неприятно тем не менее. Очень даже неприятно. Хз под фонтан. Теперь посмотрим графики. Что да как случилось. Вот оно все. Месиво, которое происходило. Началось все у нас с преимущества в 2500 от команды Седек. А закончилось все преимуществом в 7000 от команды Седек. По экспе выигрывали 1000, сейчас 4. Ну не круто ли, а? Круто, конечно. Робит. То украинский проскакивает на эмоциях, не на эмоциях, а не перестроился. Еще вчера стримили на украинском языке, поэтому тут такое. То в голове держишь украинские схемы, то русские схемы. И вот эта мультилингвистичность наших стримов просто зашкаливает. Ну и, конечно, мозги иногда не выдерживают. Где-то что-то, да, может вылететь. YJ в это время на Эншентах. У YJ, кстати, ситуация по фарму достаточно неплохая. 7250, даже 7400 уже у YJ. Обгоняет он Шики о горе. Ну, не на много, конечно, обгоняет. Сразу два игрока команды CD борются за первые три места. В принципе, и за первое, и второе. Ну и дальше уже на четвертом CTY на Шторм Спирите. Тоже почти 7000, 7000 уже его нетворс. По голде, Седек, выигрывают 6, по экспириенсу почти 4. Смоук. Юзает команда... Смоук, не смук, что это вообще? Это не смук, это инвиз 1, инвиз 2. Под инвизом у нас квапа, под инвизом у нас баунти хантер. Ульта пошла от Зевса. Прочекать просто я представляю эту панику. Зевс ульт, где они? Рутикей чуть ли не собственной базы ульт юзает. Полный творс, YJ по-прежнему на первом месте в Курьере. У него есть что-то? Нет, ничего нету. Кстати, приносит себе CTY Бладстоун. Поздновато, как по мне. Все-таки 19-ая минута уже закончилась. И только-только прилетает Бладстоун Шторм Спириту. Я ему дал срок 17 минут. Он даже в него не вместился. Потому что не фармил это раз, а потому что умирал это два. CTY. Немного тут с таймингом, конечно, протупил. В четвером игроки команды Ехоум на мидлейне. Вдруг кто выйдет? Пока что никто не выходит. Здесь у нас тимфарм от команды Цедек. Кто где. Лайншелл, Дарксир, на кого угодно вешает. И любой из героев может спокойно любую пачку крипов фармить. Перемещается на нижней лайн YJ. И к нему уже смещается команда Цедек. У Леона нет даггера. Это плохо, конечно. Но есть Сёрдж. Леон побежал за YJ. Хекс достает по YJ. Сайвенс по нему же подкоп. Finger of Death. YJ развалился. Еще и под треком. Квапа у нас ловит ульт от аппарата. Неплохой, в принципе, пайп от XZ. Поэтому все должны быть живыми. 720 заработали у нас на гирокоптере по золоту и 740 по экспириенсу. Главного героя команды Йохум развалили. И плюс, конечно, для Цедек достаточно серьезный. 7500 они уже выигрывают по золоту. Почти 4 выигрывают по экспириенсу. Роти Кей подставляется у нас под агрессив. Агрессив уходит на собственный ремнан. Что за секунд разоралась у нас Квапа. Нарал очень-таки удачно забирает Зевса. 12 на 4 становится счет. Но если эту катку Цедек проиграют, то... То это будет какой-то позор. Такие игры проигрывать просто смешно. 20-ая минута. Почти 10 тысяч преимуществ по золоту. И почти 5000 по экспириенсу. Эмбер Спирит все это время фармит. У Эмбер Спирита уже есть Яша. Для чего тебе, Яша? Расскажи-ка мне, Эмбер Спирит. Если ни у кого нет Сайленса. Да на всякий случай, говорит Агрессив. Поддерживаю его. Непонятно, Манта Стайл. Скорее всего, для Эмбер Спирита. А может, наоборот, даже не Манта Стайл, а Сэнджин Яша. Тоже почему бы нет? Сайленс в итоге-то будет у нас у Шторм Спирита. Понадобится, наверное, Манта Агрессиву. Но это просто, это Рахит Гейминг. Зачем было подставляться здесь? Почему надо было в соло приходить? Какие были у него надежды вообще на все это? Хрен его знает. Думал, может, на Ремнант улетит. Но не улетел. В следующий раз. Трек на Сити Вая вешает у нас Баунти Хантер. Ну и все, драка так и не началась. Ладно, давайте по артефактам пробежимся. Пайп оф инсайд. И следующий шаг. Это 2000 золота для Драксира. Мека будет готова, я думаю. Вот-вот. Queen of Pain. Оркит есть. Есть Огр Клаб. Еще и 1600 на руках для Шики. Но скоро появится Блэк Кинг Бар. У Баунти Хантера ничего интересного. 1500, правда, на руках есть для Баунти. Тоже вещь неплохая. Ну или он приобретает себе Даггер. Гирокоптер, в свою очередь, да, собирал себе БКБ. Есть у него Доминатор. Есть у него Рингов Аквила. Так, куда эта ульта аппарата у нас полетела? Вот сюда у нас, на мидлейн. Крипам вообще фиолетово на эту ульту стоят, бьют с каменным лицом. Защищай крипа, Эмбер. Днище. Гляньте на Тавр. У Тавра 50 хп осталось. Эмбер, я думаю, что тут должен его заденайть. Да, додумался. Заденайл Тавр. Это первый Тавр, который упал на позициях коллектива Цедек. Они при этом уже спушили 4 Тавра. 4. 4, а один свой заденай. Появляется Клеймор, появляется Ринг оф Хеллс. Готовится агрессив к покупке Баттл Фьюри. Наконец-то, а то уже паника у меня началась. Непонятно, против кого Манта Стайл. Если это будет Манта Стайл, возможно, я же говорю, на будущее вещь нужная, но... Для чего сейчас Эмбер Спирид у Яша, ну, толком не ясно. По логике вещей, конечно, понятно. Зачем быстро бегать, сильно бить? Ну, так, чтобы как артефакт взять и 2000 выбросить. Если бы не эти 2000, то уже бы был Баттл Фьюри для Эмбер Спирид. А Яшу с Баттл Фьюри собрать легче, чем Баттл Фьюри собрать с Яшей. Ну что, Леона, 700 золота сверху. Тут Форстап, дальше Леон нас не очень интересует. Меня больше Эмбер интересует. У Эмбера уже есть Персеверанс, уже есть Клаймор и уже 100 золота есть на руках. То есть 1100 надо Эмберу еще насобирать. В принципе, фармить для него это не проблема. Через Флейм Гвард, через четвертого левела Фист. Я думаю, что Эмбер очень быстро все должен делать. Главное пространство для него организовать. И команда Цедек должна полностью этим заниматься. Почти все герои, кроме Квапы. Квапа, конечно, освобождается от таких функций. Квапы есть дела поинтереснее, просто ходить и радовать. Какая-то неуправляемая дота. Ну что, Геррокоптер в это время на Эншентов перебирается. Обгоняет он Шики по золоту, потому что Шики и Эншентов никто не стакал. А вот Шики может Геррокоптера пофармить. В это время YJ, юзает у нас БКБ. БКБ также от Queen of Pain. Ульта от аппарата. Только задевает троих героев. В принципе, никого не дамажит толком. Ну и дальше пошла погоня у нас от команды Цедек. Здесь Эмбер Спирит решил пофайтиться. Вортекс на Эмбер Спирит, а Эмбер Спирит, скорее всего, умрет. Соника и Фанасор Шики. Туда же в Scream of Pain. На лоу ХП здесь Шторм Спирит. На лоу ХП здесь Геррокоптер. Это мега килл от Квапы. Квапа, конечно, по фарму тут и Геррокоптер обогнала, и всех вообще на карте. Ещё и Эншентов. Дофармить тех, которых оставил Геррокоптер. На всякий случай. По голде выигрывает 10 тысяч Цедек. По экспириенсу 5 с копейками. Додавите эту игру, но это смешно просто. Ехоумом проигрывать, имея такие преимущества в каждой игре. Стяжка пошла у нас от Дарксира. Реализация Дарксила просто великолепна. Ульта аппарата по всем. Очень крутая ульта, правда она не работает. А что это такое было? А, это Форстаф было от Дарксира. Я уже подумал, что Дарксир у нас как Кентавр под Стомпидом с Аганимом вместе. Бегает по всем вообще локациям. Это нет, это очень точная Дарксира. Форстаф. Спуск вниз, ну и побежал дальше под Сержо. По голдец. Цедек выигрывают 10 даже больше после обновления графиков. И по экспириенсу где-то 6 тысяч тоже, думаю, в их пользу. Сыр с Форстафом у Кью появляется медальон. Где-то Кью. Вот он, Кью. Ну и дальше Солар Крест. Я думаю, должен появиться, например, на ту же Квапу. Вешать его. У Квинов Пейн, кстати, максимальный нетворс на карте. Она обогнала очень серьезно. Тут на 1700 своего ближайшего преследователя Шторм Спирита. Вот. Но, тем не менее, по артефактам так посмотришь не очень немного. Ну, 2 тысячи на руках, не будем забывать. Эмбер Спирит с Баттл Фьюри без... Эмбер Спирит без Баттл Фьюри. Агрессив немножечко лох в этой игре, конечно. Ну, подставился на мидлейне. Притом, в соло находился, когда подставлялся. Тут даже не знаю, как это объяснить. Вот. Поэтому, конечно, немножко подольше будет собираться Баттл Фьюри, чем этого хотелось бы. Баттл Фьюри будет на 29-й минуте. Кому в пабе расскажи, просто забросали бы камня. Так вот Эмбер Спириту удалось реализовать своего героя. Все, есть Баттл Фьюри. Летит. Теперь еще и выкладывать что-то надо. Непонятно что. Так, Эмбер, что? Мэджик Уон продал агрессив. Все, доигрались. Уже совсем взрослый. Мэджик Уон больше не нужен. Ты больше не любишь группу краски. Ладно, Эмбер Спирит меняет Мэджик Уон на Баттл Фьюри. Ой, ульта аппарата. Ой, по четверым. Залетела. Ну и сюда бы прийти, конечно, и пофайтиться. Или... Герак Коптер было бы просто великолепно. По факту, все это в никуда. Ушло ульта аппарата. Действие свое окончило. Все фуловые. Как и не было драки. Ланема видят. Надо врываться. Надо врываться Дарк Сиру. Где Дарк Сир? Это варвисты. А, форстаф от Дарк Сира. Кулдаун от Герак Коптера. И Дарк Сир просто не у дел находится. Потеряли Леона. Квапа без страха вообще. Начинает настреливать по Шейкеру. Шейкеру, Шейкеру в таверну. Монстр килл уже для Шики. Еще один килл от Шики. Гадлайк уже у Квапы. Леона разменяли на мидлейнера. На мейнкерри и на одного саппорта. Тут я понимаю размен. 2.50 выигрывает Сидек в этом файте. И 4.000 по экспириенсу. И Квапа даблкил в этом файте делает. 9.06. 3.200 на руках. Тут можно идти в куда... Да куда угодно Сидек Квапой можно идти. И Хипперсон приобретает себе Шики. Готовится выйти в Кирасу. Дальше скорее всего будет МКБ. Мы это уже видели в прошлом матче. Да там не пошло, не поперло. Но там и преимущество такого нет. И опять они на Рошана сюда ульта аппарата. На Рохуа ульта аппарата. Роха ульта аппарата. Можно до послезавтра стоять. А Эггис еще Эмбер Спириту. Ну все. Шмальчик стал совсем большим. Теперь непонятно, что с Эмбер Спиритом делать. В Комаде Хоум у меня вопросы. Во-первых, Аэгис. Который фиксабеж. Во-вторых, Баттл Фьюри. Который по всем. А в-третьих, сейчас продавай Боттл и покупай. Покупай Кристаллис. Деньги для этого есть. Неплохой такой подарок на совершеннолетие. Пожалуйста, вот тебе Кристаллис. Покупай. Просто дерись. Ну Эмбер Спирит уже и вражеский хэншеток начинает выфармливать. Это не проблема. В принципе, при наличии Баттл Фьюри, при наличии 200 дэмэджа с руки, почему бы и нет. Плюс Аэгис есть, если вдруг где-то подстрянет. То есть всегда есть вариант куда-то свалить. Ульта Аппарата у нас пошла по Дарк Сиру. Дарк Сиру Фиолетового вообще на эту ульту. Знаете, у меня не покидают опасения, что эту игру цедэк тоже солью. 14 тысяч они выигрывают по Экспириенсу. 15 с копейками по золоту они выигрывают. У них есть Эмбер Спирит. Эмбер Спирит с Манта Стайлом. Эмбер Спирит с Баттл Фьюри. Нахренище тебе Манта Стайл? Я просто не понимаю. Зачем? Зачем здесь Манта Стайл? Здесь нет Сайланса. Здесь, 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 здесь. Что с этим Манта Стайлом делать? Зевса на ультра-разводить или как? Или и выйдить? Ни хрена. Например. М-да. Ладно, не мое дело, в принципе. Эмбер Спирит. На лоу-граунд команды Е-Хоу. Эншнт Оперэйшн Таверна. В Таверну тоже отправляется у нас Баунти Хантер. Эмбер Спирит под Флэйм Гвардом. Здесь стоит стенка. Спуститься ротике нельзя, да и никому нельзя спуститься. Стенка не самая удачная, конечно, но уже какая есть. Разменяли в итоге Баунти Хантера на Эншнт Оперэйшн. И это в плюс команды Е-Хоу. По Экспе на 400, больше по золоту там на 40 копеек. Но все-таки больше заработали. Да, мы будем квалы Европы стримить. Безусловно. Завтра у нас целый день жесточайше напряженный. Все Европа, все квалы. Нави там и, по-моему, два матча Альянс и три матча Нави. Берем завтра. Там Нави с Хеллрейзер, с Альянс, с Бурденами и с кем-то еще, по-моему, Альянс. Короче, там супер. Супер набор команд. Эмбер Спирит привязывает Роти Кей, привязывает Сетивай. Роти Кей очень быстро съедает. Да, моментально. Квапу у нас могут и убить. Нет, Квапа иззавит БКБ и просто отсюда уходит. Квин оф Пейн, быстрее делай блинк аут и ТП аут. Беги просто отсюда. Агрессив. Еще Аэгис не потерял. Агрессив в итоге у нас живет. На лоу ХП Квапа. Агрессив единственный, кто умер, но потерял просто Аэгис. И живой Агрессив. А вот ульту Аппарата туда бы дать. Это было бы просто великолепно. Ай-яй-яй, Квапу забрали. Квапу забрали. И Ancient Operation забирает Квапу и зарабатывает 1,4,8. Допустим, 8 золота за Квин оф Пейн. На таких деньжищ, мне кажется, Operation сроду в руках не держал. ДДС просто привалило здесь. Почти готовый Аганим для ДДС. Осталось дождаться, когда насобирают. Накапает, точнее, когда ему еще 600 голды и будет готовый Аганим. С ультами у ДДС проблем никаких. Попадает почти постоянно. Плюс, если дэмэдж будет от Ancient Operation огромнейший, а ульта Аппарата это огромнейший дэмэдж, то, конечно, у команды с ДДК начнутся проблемы. У них уже начались проблемы. Квапа умирает. Разве это не проблема? Появляется у Эмбер Спирита Кристалис еще и сверху 1300 голды для Эмбер Спирита. 9 на 22 счет. Золото 20 тысяч цедек. Экспириенс 15 с половиной... Даже 16 тысяч тоже в их пользу. Ну, не расслабляйтесь вы. Не расслабляйтесь. Лезьте дальше. Настырно давите. Эмбер Спирит уже насобирал очень много денег. У него крутой дэмэдж. Все скиллы прокачаны. 19 левел. Максимальный Нетворс на карте. Дальше идет Квапа с вторым Нетворсом на карте. У нее уже есть Кираса. У нее есть БКБ. Оркит. И полторы тысячи на руках. Почему не бежать и не бить? Ну, тут Геррокоптер с Энжин Яша. Ну, извините. Это стыд какой-то. Ну, и Дарксир. Дарксир с Некрами. Вот так вот. Пайп оф инсайт есть. Есть Форстав есть Даггер. Икзет тут с вопросом передвижения по карте. С вопросом передвижения по карте вопросов нет. Икзет молодец в этом плане. Мне кажется, что мобильность это одна из... Одно из главных черт современной Доты. И те, кто мобильные, те имеют громадное преимущество. Ну, я думаю, вы сами могли это наблюдать. Вспомните там трехлетнюю давность Доты. Где такое было, чтобы у пятерых героев команды был Блинк. Или Даггер. Или Форстав. И чтобы все у нас перемещались по карте просто как антимаги. Уротики. Есть Солринг. И на этом, в принципе, фарм Ротики закончился. У него есть Хенд оф Медас. Но как-то приобрести что-то нормальное Ротики не может. Он 12-го левела на 38-й минуте. Остальные все тут миллионного левела. Квапа 19-й. Эмбер Спирит 20-й. А Шторм Спирит 17-й. Ой, позор какой. Геррокоптер тоже 17-й. И Ротики, который соло-линию стоял против. Триплы еле-еле выкарабкался на 12-ю позицию. Ну, с другой стороны, посмотрите на КДА Ротики. Кэп тут просто в заднице. 0-7-6. Так, ульта пошла у нас от Геррокоптера. БКБ от него же. Вортекс по Кью. Кью, скорее всего, заберут. Фингер оф Дес надо было успеть дать хотя бы перед смертью. Нет, не успевает Кью. Киллинг Спирит для агрессива. Ну и погнал у нас Эмбер Спирит своего оппонента. ДДС отправляется в таверну. В таверну отправляется Шторм Спирит. Байбеки. Байбек, байбек. У кого? Да почти ни у кого. У Шейкера остался только байбек. Эмбер Спирита разваливают. Молодец Эмбер Спирит. Поигрался в Доту. Прошел ее полностью от начала до конца. Икзет. На лоу ХП никуда. Икзет у нас, наверное, уже не уйдет. Нет, на Сюржео. Икзет уходит. Икзет уходит. И никто не может догнать его. И некому его догонять. Мог бы Эншент Оперейшн запустить туда свою ледяную бомбу. Но Эншент Оперейшн. Ближайшие 20 секунд у нас лечится. Лечится в санатории Фонтан. Зевс там же. Икзет уходит. По голде. ЦД, как я говорю, 23 тысячи по экспириенсу. Ну, 19 точно. В их пользу. Ну и 40 минут у нас уже начинается. 40 минут. От этого гирокоптер слабее не становится. От того, что время идет вперед. Эмбер Спирит тоже, в принципе, не стал слабее. Эмбер Спирит уже, в общем-то, Кирасу себе... Ой, Кирасу Дейдалу смог бы собрать. Но он покупает БКБ. БКБ против Шторм Спирита. Вещь, да, действительно неприятная. Шторм Спирит. Вортексом, если подтягивают Эмбер Спирита, то снести 2000 хп. Еще и под ультой Аппарата. Вместе с Аганимом. Конечно, это не сложно. Ну и БКБ тоже надо от Аппарата. Потому что Аппарат, ну, просто доставучий. Снова на Рошана выходит команда ЦДЕК. Это третий Роха для них. Больше, кроме них, никто Рошана не убивал. Баунти Хантер, ты смотри, а. А девочка созрела. Баунти Хантер. Баунти Хантер. Второй Дагон уже себе приобретал. То ходил абсолютно бомжом. Теперь уже такие артефакты себе позволяют. Как Дагон. Врыв пошел у нас от Сити Вая на Баунти Хантера. На куски просто. Тут даже что, отправляется Дарк Сир. Ой, как жестко разнесло вообще у нас команду ЦДЕК. 2800 за просто засчитанные секунды по золоту и 4000 за экспириенсом. Подпросветились немножко у нас игроки команды ЦДЕК. Показали, где они находятся. Моментальный врыв от Шейкера. Плюс Шторм Спирит. Тут, конечно, это на ура вышло. Ладно, я мне пожалел Эхо Слем. Но там и нет смысла их жалеть. Ни Эхо Слем, ни команду ЦДЕК. Ну, вы видели, сколько заработали? В общем-то, оно того стоило точно. Если один ульт разменивать на 3000 золота 4 экспы, тут каждый бы от ульта отказался. Да, понеслось просто. Кью. Первый выходит. Цепляет у нас Ротики. Фингер оф Дэс, Ротики. И Эшики. БКБ провязал. И Вай Джей начинает настреливать. Вай Джей под флаг Кенноном. Против него Агрессив. Ну и разваливает Вай Джей. Агрессив все-таки перефармленный. В данном вопросе Лана ему летает. Ну и Агрессив живой. Что важно, еще и один фраг заработал. 15-28. По голде 1500. И 1000 зарабатывает Цедек по экспириенсу 3600. Смотрим Нетворс. Первое место. 21 тысяча Эмбер Спирит. Второе место. Почти 20 тысяч Шики. И 16 с половиной у Герокоптера. Никто не хочет отдавать эту игру. Никто не хочет отдавать этот Fight Best of Five вообще. Я уже молчу о конкретной этой игре. У команды Цедек и шансов нет. Отдавать эту игру. Отдать эту игру это значит помахать ручкой Интернешнл. Смотреть матч Интернешнл только на нашем стриме. Поэтому отступать дальше некуда. Цедек, провязали Пайп оф инсайд. Можно заходить, где Эмбер Спирит. Эмбер Спирит без маны. И ремнат на всякий случай. Какой-то странненький ремнат немножко. Герокоптера еще 20 секунд нет. И байбека Ц, я думаю, не будет. Да, у него нет байбека. Две минуты еще. Поэтому можно смело заходить на хайграунд. Да деритесь вы. У Анема. Есть вторая ульта. Но тоже переживать-то можно. БКБ есть у Квапы. БКБ есть у Эмбер Спирита. Что еще для счастья нужно команде Цедек? Нет, они отходят. Они отходят. Они не развели ни на байбек у нас герокоптера. Ни на сторону команду, например, какого-нибудь. Команду Ихоум. И в итоге появляется герокоптер. Забирает МКБ. Есть у него Сенжин Яша. Есть МКБ. Есть у него Доминатор. Фейс Буцы. И Бек. Да, и все. И все. И Хекс появляется у Шики. На этот раз Квапа не в МКБ пошла. Нафиг в МКБ, если есть Сайт Офф Вайс. Вич более чем полезная. Отправлять герокоптера в Хекс до того, как он провязает Блэк Кинг Бар. Это бесценно. Готовы к ЦД к заходу. Провязали Пайп Фэнсайд. Иллюзии пошли у нас от Агрессифа. Айншел также на Некрах висит у нас от... Как тебя зовут? Дарк Сира. Минус герокоптер. В секунду просто герокоптера разнесли. Герокоптера не будет в этом файте. Минус также Эншент Опарэйшн. Сити Айн неплохо так наваливает. По спине Агрессиф. У Эхо Слэм пошел у нас от Ланэма. На лоу ХП находится Эмбер Спирит, но выживает. Ну и здесь Шики. Даблкил в этом файте. Минус сторона. Три в один дерется команда ЦД. Они заберут сторону 100%. А вот вторую не факт, что успеют. Не хватает в любом случае денег на байбэк герокоптеру. Сити Айн через секунду займет байбэк. Он, правда, не умирал. Но если вдруг умрет, то сразу сможет ворваться. Ну и на вторую сторону ЦД. Просто разводят на врыв. На врыв нажил на возможность вообще файтиться с ними. Все, ЦД отходят. Ротик Кейт. Тут самый смелый. Погнал своих оппонентов. Все, все ушли. Потеряли только Леона. Тут по голде, конечно, страх. 26 тысяч золота. 20 тысяч экспириенс. Нижняя сторона по-прежнему стоит у команды. Ехома не потеряли только 3 четверти, даже где-то 4 пятых своего Тауэра. Третьего. Но по-прежнему Тауэр стоит. Сбитый Тауэр лучше, чем упавший Тауэр. Так что можно еще сражаться. Ну и ЦД далеко не отходили. Тауэр развернулись. Готовы теперь к файту снова. У Шики ульта через 50 секунд. Но можно и без нее обойтись. Тут, в принципе, Эмбер Спирит, как ульта Шики, действует. Есть уже Дайдалус. Есть Манта Стайл. Есть Баттл Фьюри. Криты неплохие. Плюс Фисты на максимум. И агрессив 24-го левела. Врывайся и просто дерись. Будь плохим, парни. Ой, Шики на лоу ХП. У нее, правда, есть Аэгис, но могут и убить. Квапу слевают. Квапа теряет Аэгис. И дальше за Шторм Спиритом. Нашли кому мстить. Кулдаун по троим. Еще один удар. Также у нас по Баунти Хантеру. Баунти Хантер в таверну. В таверну ли он? Так, где Квапа? Где Квапа? Квапа у нас на мидлейне. За ней пока никто не бежит. Хотя Квапу видят. Без маны здесь Сетивай. Если бы Сетивай имел ману здесь, то имел бы и Квапу, в принципе. Как фраг. В итоге снесли только Т3. И очень сильно побили рейнджевой барак. Который, в общем-то, падал бы в любом случае либо сейчас, либо чуть-чуть попозже. Ну, то есть, понятное дело, что барак уже там не жилец. О, началось это. Вайджей докрутился, по-моему, уже Вайджей. Джей Вай, точнее Вайджей. И все равно продолжает. Все равно ему так нравится эта игра. Но теперь хоть ракету не подбрасывает. Загрузился. У Вайджей есть БКБ... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Сразу три рецепта на догон приобретает себе Баунти Хантер. Вот это деньжищ накапало Баунти Хантеру. Снял депозит. Шарахнул сразу в пятый левел у нас догон. И сейчас, например, Герокоптер будет огребать. У Баунти Хантера есть медальон, есть догон пятого левела, есть гем. Игры с догоном выигрываются. Такое может быть. Что, возможно, финальный пуш от Седек. Пошел врыв у нас от Леона. Подкоп по ДДС. ДДС выталкивает. ДДС в итоге у нас умирает. 2 в 1. Пока что файт. На лоу ХП здесь Герокоптер. Герокоптера будут гнать. Сурикен у нас 20 ХП оставляет Герокоптеру. Ну и все. Агрессив просто отправляет к чертовой матери у нас Герокоптера. Герокоптер в таверну. 4 в 1. Заканчивается файт. Ну и команда Яхум понимает, что тут уже драться не по шансам. Агрессив свое сделал. Unstoppable Streak под конец игры. Ну и мало-помалу, конечно, Седек тут наказали своих оппонентов. Ну, 30-ка золота. 20 experience. Еще бы не наказать. Что, поздравляем команду Седек. Они выигрывают в третий матч. И счет становится 2-1. Первые две катки выиграли Яхум. Третья игра за Седек. Напомню еще раз, игра в формате Best of 5. То есть еще ничего не решено. Все, услышимся с вами через, я думаю, 5-6 минут. Как пересоздадут, сразу же ворвемся в матч. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Ну и, конечно же, группа ВКонтакте и канал на Ютуб. Все это под ссылкой, под окном нашей трансляции. Это история игрокам ТВ. У микрофона, друг, услышимся через 5-6 минут.